Вот лежит покойник. Кто из вас его знает? Никто. Но в общих чертах можно представить себе, что такое жизнь человеческая. Это большая тайна. Когда разбивается самолет, от него остается черный ящик, так называемый. Хотя он по виду, это он никакой не ящик, это такой шар, и совсем не черный, а оранжевый. Вот такая интересная вещь. Это оранжевый шар, в котором хранятся приборы, записывающие все происходившее на борту. То есть всю тайну самолетов несет в себе этот прибор, который все потом ищут, чтобы узнать причину падения, причину некатастрофы, разговоры на борту записываются, работы всех механизмов. Вот в человеке такой черный ящик, такой оранжевый шарик, это сердце человеческое. Там скрыта вся тайная информация о жизни человеческой. Все вздохи, все слезы, все крики, все плачи, все поцелуи, все объятия, все мечты, все желания, все прочитанные книжки, все сказанные слова, все помыслы, пробежавшие по сердцу, все грехи совершенные, все добрые дела сделанные, все добрые дела не сделанные, которые хотел сделать и не успел. Все злые дела не сделанные, которые хотел сделать, а не получилось, Бог не дал. Все эти тайны человеческие, переплетенные клубком, которые невозможно распутать человеческими пальцами, жуткие тайны отдельно взятого сердца человеческого, все это хранится в сокровищнице человеческой души. И человек голый, не покрытый ничем, стоит возле тела своего, лежащего, готового лечь в зев, открытый зев, разрытые могилы, и он, значит, ожидает длительного путешествия предпрестов Божий на нелицеприятный, справедливый суд, на котором никто никого не обманет, ничего не спрячет человек от Бога, никого не попросит заступиться за Него, скажет, ну кто тебе там, адвоката нету никакого, никакого нету, значит, ну никого нету, а ты и судья. Бог и душа, вот тебе и все, и никуда ты не убежишь, не скроешься, и Бог тебя не обманет, и ты Его не обманешь. И, конечно, попадая в область этого света, в котором все открылось, как писал поэт в XIX веке, все внезапно озарится, что казалось и темно, трепенется, пробудится совесть, спавшая давно, и тогда она укажет на земное бытие. Что ж он скажет? Что он скажет в оправдании своем? Что скажет человек в оправдании своем? На кого он? Кем отмажется? Скажет, звезды так сложились, что я грешил, потому что по гороскопу я очень, скажет, я был нервный, потому что по гороскопу я очень нервный. Скажет такое Богу еще? Не скажет. Я был ленивый, потому что звезды сложились и родился в год ленивца, по китайскому календарю. Конечно, не скажет. Скажет, у меня родители были плохие, у меня плохая генетика, у меня, так сказать, плохая наследие. Скажет Богу такое еще? Конечно, не скажет. Скажет, я жил в такой стране, в которой закон Божий преподавался. Виноват Хрущев и Сталин. А я вообще, если бы я с детства учил закон Божий, я бы, конечно, был хороший. Скажет такое человек? Не скажет. И другое всякое такое. У меня был хороший сын, а потом плохая невестка появилась. И я всю жизнь, как кот с собакой, значит, не прогавкалась до самой смерти. Скажет такое человек? Покажет на невесту пальцем? Не покажет. Ни на кого человек не покажет пальцем. Ни на правительство, ни на государство, ни на звезды, ни на генетику, ни на папу с мамой. Только будет отвечать за все свои дела и слова перед судьей, который не ошибется ни в чем. Господь не ошибается. Господь справедливо и праведно и достойно скажет человеку одно слово. Или скажет, заходи, или скажет, уходи. Ворота рая будут открыты и будет сказано человеку только о том, что или придите благословенные, или отойдите проклятые. Так будет сказано в день страшного суда. А пока что еще страшный суд не наступил, но совершается некий частный суд над человеком. Человек либо предвкушает блаженство в будущее, либо человек трепещет будущего суда и ощущает, что он много-много перед благословен грешек. Даже вопрос ведь не в том, сколько ты грехов сделал. Вопрос вообще, для чего ты жил. То есть количество грехов, два греха или сто грехов, в общем-то разница небольшая. Перед лицом вечности, например, длина жизни не имеет никакого значения. Пять лет прожил ребеночек, и болезнь его скосила. Или восемьдесят лет прожил дедушка, и ушел в путь всей земли в преклонном возрасте. Восемьдесят и пять перед вечностью, это одинаковая песчинка. Это ничего не значит совершенно. Сто грехов человек сделал, или три греха, тысячу грехов, или сто двадцать грехов. В этом нет никакого разницы, одно и то же. Грех есть грех, и все равно он пятнает душу, и здесь количество ничего не решает. А вопрос в том, для чего ты жил, куда ты стремился, кого ты любил, куда было положено сердце твое, в чем была святость жизни твоей, так сказать, внутреннее наполнение твоей жизни. То есть хотел ли ты Богу угодить, трудился ли ты над тем, чтобы лучше стать, упражнялся ли ты в заповеди Христовом, как мы сегодня в Евангелии читали, имеющий заповеди мои и соблюдающий их, то и есть любяй мя. А любяй мя, возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам, говорит Господь Иисус Христос в первосвященческой молитве. То есть любишь Христа, имеешь заповеди его и соблюдаешь их. Это цель жизни, это вектор направления. Ведь, повторяю, еще раз повторяю, это очень важно. Вопрос не в количестве грехов, вопрос в направлении жизни. Для чего ты живешь, куда ты идешь, во что ты веришь, кого ты любишь, что для тебя свято, что для тебя цель жизни. В этом самое главное. Остальное это все мелочь, остальное это бухгалтерия. И я вас уверяю, что Бог на бухгалтерии. Он не будет подсчитывать там какие-то эти все, понимаешь, листать эти книжки, значит, и там всех этих наших блох высчитывать. Не надо это совершенно. Все будет понятно в одну секунду. Вот только глянь на человека, и все ясно. Кто ты и куда ты? Ты овца или ты козел? Или тебе направо, или тебе налево? Не нужно волосы, все волосы на козле посчитать. Или все завитушки, значит, на баранчике посчитать. Не надо этого. Не надо мелочиться. Сразу видно козла и овечку. И это будет сразу все видно. И вот когда это все к нам придет, пока оно придет, нам нужно уже думать об этом. А уже к кому-то пришло. Вот пришло к обе Божьей Александре. Вот лежит ее тело, где-то здесь находится ее душа. Возможно слышит все, что мы говорим, в том числе и про нее. И когда человек, знаете, как на кладбище раньше писали, может быть вы видели такие надписи, от лица покойников к живым. Мы были такие, как вы, а вы будете такие, как мы. Почему на кладбище так полезно ходить? Потому что это такая книга жизни развернутая. И там между могилах походишь, побродишь. Например, обидел тебя кто-нибудь, погиб погуляй по кладбищу. Вернешься с кладбища, а обиды так не бывало. Или, например, там что-нибудь у тебя там денег не хватает, или начальник накричал, или там дети тебя обижают, или там со здоровьем нелады, или там надо зубы вставлять, а денег нет. Ну мало чего бывает в жизни. Погиб погуляй по кладбищу. Я вам серьезно говорю, поброди между могилах, значит там помолись, здесь помолись, здесь вечную память проходит, там отчинаш почитай. Потом через часик пойдет, между чужих могилах, между прочим, обязательно своих родных. Потом возвращаться будешь уже, где тебе зубы, где тут начальник, где те дети, там где те обиды, куда все уйдет. Потому что кладбище это книга жизни. Нам, конечно, по суетности это бывает редко получается, эти кладбища далекие, там, ну что, где, куда ты их пойдешь. Ну вот, вот если гроб видишь, гроб несут, значит остановись, шапку сними, если в шапке ходишь, значит перекрестись, уходит человек в вечный свой дом. Готово, раз говорит, порваться цепочкой у колодца, и в доме плачены дороги ужасы, и отходит человек в вечный дом свой, и прах уходит к праху, а вдруг уходит к Богу, который дал его. Это заканчивается книга «Экклезиаст». Экклезиаст как раз заканчивается таким поэтическим разговором о смерти, а только постепенно приближается человек к смерти своей, как у него. Помрачаются, глядящие в окно, и зрение падает. Потом, значит, оскудевают нужные силы, то есть руки и ноги начинают быть слабыми. Потом перестают молоть мельничьи на жерновах, ибо их немного осталось. Зубы выпадают уже, мельничьи на жерновах, то есть потихоньку уже человек уже жует только мягкую пищу. Вот бабки, там бабка бабки рела, мы с тобой влюблены, ты в кисель, я в блины. То, что грызть не надо, знаете, уже зубы выпадают. Он так это все пишет, поэтически об этом все, что потихоньку глазки слабеют, ручки слабеют, зубки выпадают. И готовится человек отойти в вечный дом свой, наступает еще великое благо до старости дожить. Потихоньку, медленно, скрючиться так от этих прожитых лет, ослабеть, и только чтобы вера была. Молитва остается, а тело слабеет. Молитва горит в душе, а тело слабеет. Это еще великое благо. Сколько молодежи погибает совсем не готовые к смерти. Старик хоть более-менее еще может приготовиться к смерти, любовезнами, скорбями, опытом, умом, знанием жизни. Знанием, что здесь не за что хвататься, держаться не за что. Если детей родил и воспитал, до луков дожил, и тебе уже там сколько, голова седает, чего тебе здесь держаться, за что? За что здесь особо поддерживаться? Что здесь такого великого есть, чтобы можно было туда не спешить? Там лучше, чем здесь. Но веры нету, поэтому люди цепляются за эту бедную жизнь. Я цепляюсь и выцепляюсь. Такой, знаете, как этот самый, такой, как на льдине. Цепляешься за нее, тут цепляться не за что. Мы хватаемся за нее. Но вот уходит человек в вечный дом свой. Мы можем встать возле этого гроба, помолиться Богу за неизвестного нам христианина. Сказать о Господе, прости его, Господи, помилуй его. Великий и страшный путь ожидает душу. Его уже, а меня потом. Прости, помилуй, Господи, всякого христианина, к тебе сегодня уходящего. Помните, как о Достоевского старец Зосима говорит? Если хочешь сделать доброе дело, а никого рядом нету, кому бы можно было подушку поправить, лекарство купить, не знаю, там, сумку тяжелую поднести, то ты подумай в сию секунду о том, что каждую минуту, каждую секунду в мире кто-то умирает, а не один. И скажи, так вот, скажи, Господи, упокой, помилуй ту душу, которая в сию секунду к тебе предстала. Говорит, быть может, никому не нужный, всеми забытый человек в это время встанет перед Господом и с другого конца земли вдруг раздастся молитва за его душу. Происходит какое-то такое таинство любви. Господь, он же ждет этих молитв нас за других и других за нас. Поэтому сейчас мы, значит, поцелуем крест, послушаем благодарственные молитвы, потом разслужим нашу общую краткую панихиду, а там, видишь, уже останется минут 15-10 до прихода священника отца Павла, который будет отпевать покойницу. И если у вас есть время, если у вас еще ножки не критически болят, и есть желание, то вы можете приобщиться к этому погребению, таким образом заплатив долг любви неизвестному вам человеку. А потом кто-нибудь заплатит долг любви вам, когда вам придется болеть или умирать, или, знаете, еще терпеть свою жизнь. Значит, отпускай, говорит Соломон, хлеб твой по водам, по прошествии времени опять найдешь его. То есть отдавай, не думай, а потом глядишь, в нужное время к тебе, как оно придет. Заканчивая, скажу вам, что такая есть однотрогательная история, однажды император Николай I гулял по Невскому проспекту. Это было время, когда императоры гуляли по Невскому проспекту без охраны, без личной охраны, без всякого, то есть никто не боялся. И его можно было с ним за руку поздороваться. Иван Андреевич Крылов часто, значит, встречал, гуляя тоже по Невскому проспекту, император, здрасте, Ваше Величество, здрасте, Ваше Величество. То есть вот эти жуткие времена царизма отличались такой невиданной простотой общения между монархами и подданными. И вот гуляя по Невскому проспекту, он на одной из боковых улиц видел, как везут дроги, то есть такая тележка такая, везет бедный гроб, не крашеный, материи не обиды. И за гробом идут несколько детей, мало-мало-меньше, едут в сторону кладбища. И он взял и пошел за этим гробом императором. Ну и люди смотрят, едет в бедный гроб, а за ним идет император. И начали пристраиваться к этому, к этой похоронной процессе. И пока доехали до кладбища, значит, за этим... А за гроб, значит, умерла мама, некая женщина умерла, такая, как Катерина Иванова такая вот, такая, как в преступлении-наказании. Оставила по себе целую поросль, там, трех-четырех ребятишек бедных, без отца, без, значит, таких, ну, грусирок, допустим. И вот, что печальнее может быть на свете, чем такие похороны. И они за ней идут, и там могилочки везет. Император пошел за гробом. Потом, значит, люди повторяют, пристроились один за другим, и в конце концов до кладбища доехала огромная процессия людей. Священник отпил литию, бедное тело женщины опустили в землю, стали зарывать. Император снял там какой-то малыша картуз и бросил туда какую-то ассигнацию. Люди стали подходить и бросать туда картуз, по примеру Его Величества, тоже ассигнация. Значит, денег, собранных таким образом на кладбище, на погребение этой бедной женщины, этим детям хватило, чтобы им жить до совершеннолетия. Значит, там был назначен им опекун, чтобы деньги эти не пропали, чтобы деньги не обманули. Значит, у них были улучшены квартирные условия, они стали там, могли позволить себе учиться и так далее. И они выросли и поднялись и так далее. То есть вот такие вот, такие сладкие страницы тяжелой истории. То есть история мира тяжела. Мы живем в мире, пораженном грехом и злобой, и грех и злоба всегда будут в мире, и до конца истребить их ни у кого не получится. Но Христос дал нам возможность жить по-другому. И кто хочет, может жить по-другому. И вот такие истории, они показывают нам, как свет Евангелия сияет среди бедности, среди несчастья, среди безутешного горя, среди прочих-прочих бед. Там, где есть сострадание и молитва, там не все потеряно, там жизнь продолжается. Там, где нет сострадания и молитвы, там жизнь гастет. Там жизнь теряет вкус и жить там не хочется. То есть вы, наверное, знаете по себе, что многие люди просто жить не хотят. Вот не хотят просто. Потому что жизнь у них стала пресной, безвкусной, как будто свет погас. Это потому что погасло сострадание, погасла молитва, исчез всякий смысл из земного бытия. Смысл в земном бытии есть только тогда, когда есть молитва, сострадание, любовь и надежда на вечную жизнь, в которой отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Наступит жизнь бесконечная. Мы туда движемся, мы крепко верим в это. И сердце наше должно предвкушать будущую жизнь, прикасаться к ней. Сердцем можно прикоснуться к будущей жизни и с уверенностью сказать, верую в вечность, верую в бессмертие, верую в вечное царство, в небесный Иерусалим, верую в воскресшего Христа и в те блага, которые Он обещал всем любящим Его.